Академия ФСИН России бережно хранит традицию празднования Дня Победы. Каждый год здесь на плацу проходят концерты, реконструкции и выставки. Важно это не только для курсантов, которые понимают свою ответственность перед тем поколением, благодаря которому сегодня наша страна независима. Этот святой и светлый праздник для всего нашего народа, он носит такое весомое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Наше творческое поздравление, которое прозвучало от курсантов, от детей города Рязани, ну это просто был потрясающий подарок для наших ветеранов. Мы прожили часть той великой войны, которую прожили и прошли наши прадеды, наши предки и позволили нам сейчас наслаждаться этим голубым небом. В этом году реконструкция тематически выверенная. Это не выдуманная, а вполне реальная история санитарного инструктора 514-го стрелкового полка Марии Байды, которая в 1942 году в схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и офицера. Четырех солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и восьмерых бойцов, захватила пулемет и автоматы противника. За отвагу ей присвоили звание Героя Советского Союза. И это на первый взгляд фантастическая история о мужестве молодой девушки и о том, что великая победа – вклад каждого от генерала до рядовой медсестры. Готовились мы тут на плацу, также на асфальте, падали, старались падать, чтобы это было реалистично, несмотря на наши травмы, там синяки какие-либо. Ну все получилось, там мазались, вот у меня даже все пальцы, все прям в шрамах уже, в болячках. Когда вот начались выстрелы, когда тебя глушат, прямо ты лежишь и кричишь. И кричишь уже не потому, что так нужно кричать, а потому, что это реально страшно. Марию Байду я хотела показать такую мужественную, отважную, бесстрашную, которая, несмотря ни на что, несмотря на то, что она девушка, она пошла и прикладом убила немцев, хотелось показать то, что она реально герой. Порой казалось, что курсанты не играют, а живут всем временем. У каждого наверняка в семье берегут военные истории дедов и прадедов, так что надо соответствовать. Мы сегодня участвовали в реконструкции, принимали участие в таком флешмобе, грубо говоря, когда соединяются прошлое, то есть курсанты в зеленой форме, и будущее курсанты в синей форме. И мы это показали тем, что мы встали в один строй, и то, что всегда будем защищать наше отечество. Это больше гордость и честь за нашу родину, можно сказать, отдать дань нашим ветеранам, нашим победам, нашей стране. Сценарий «Мизан-сцены» написала сотрудник Академии Регина Рябкина. Воплощением постановки занялась кафедра мобилизационной и тактика специальной подготовки при поддержке Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит». Огонь условный, но метко бьет по воспоминаниям тех, для кого война больше, чем глава в учебнике истории. Для всех, я считаю, людей бывшего Советского Союза и России, это основной светлый праздник, День Победы. Благодаря ему мы живем, работаем, растим детей, внуков и помним тех, кто нам дал свободу и независимость. После реконструкции военные снаряды уступили место спортивным. Курсанты приняли участие в традиционном соревновании «Силовой экстрим». Организатором дружеского турнира выступил профессорско-преподавательский состав кафедры физической подготовки и спорта. На этом праздничный марафон в Академии не закончился. 9 мая курсанты примут участие в параде и смотре «Строя и песни». Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».